Приветствую всех себя на канале. Сегодня у нас 13 февраля 2021 год. Пришли очередные две посылочки из Китая. Уже давно их жду. Это у нас должны быть графитовые щётки для электроинструмента. Данные щётки я заказывал для болгарки, для одной и для второй. Ну и если что, можно будет использовать и другой инструмент. По размерам. Сейчас я это вытяну, побачим. Одна стоит у нас посылка, оценили в 16 центов, но она где-то доллар там с копейками. Здесь 10 штук, это 5 пар. Вторую посылку оценили по стоимости в 1,26$, так как я и заказывал это, покупал. Тут тоже у нас получается 5 пар. Сейчас мы их скрым эти. Конверты аккуратно и посмотрим на целостность того, что засыпаны я просто ещё. Вот пакетики, всё, пакетики внутри. Здесь с таким кодом типа. Это больше ничего там не масса. Это мусор тут. И второй пакетик открываем. Заказывал я их с разницей где-то неделю, даже больше, а пришли вместе. И это вот вторая посылочка. Здесь такой вот штрих-код у нас получается. Ну этот пакет внутри почернее получается, чем и этот. Может, что эти дольше шли, наверное. А то не помню их, если их первые заказывал я. Где тут? Хочу дату глянуть, не видно. Перемятое всё. Ладно. Будем доставать, смотри. Тут даже его заклеено. Вскрываем ломбу. Ну, приклеились пакетик, порвал уже. Он и так порватый. Пакет порвался снизу. Выбрасываем. Что-то скиновиды такие неплохие. Ну, по размеру, что сказать. Видно, скос он сверху. Вот это ровненько получается. Большинство ровное. Ну, это вот немного сточено. И это немного такая по форме не очень. Ну, работать будет так. Считаем. Тут у нас получается 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Я заказывал на болгарку. Мне весь болгарка подогнали там. Ремонтировали. То там вставляться надо зацепы. Чтобы были. Так загну эти усики. Так. Расширую. И всё. Тут у нас тангель-циркуль. Сейчас замеряем их размер. Так, так, так. Батарейка тут севшая, буду говорить. Получается четко. 10. По ширине, по толщине. 5, 6 миллиметров. И длина. 16. Сейчас скажу. Бляха зацепиться надо. О! А, ёлки-палки. 15, кажется. Миллиметров. 6 на 10, на 15. И вторая партия у нас получается. Это в сторону отложим. И вторая партия получается у нас. Всё-таки такие вот. Я не знаю. Это полосочками, а не эти вот, что первые я высыпал. Полосками. Это будут полосками у нас всё-таки точеные. Потому что вот. Где точеные, получается. Видно скосы на их такие. А это у нас будут, наверное, лепрессованные. Не знаю, как их делают просто. Хотя, если посмотреть, вот и на этой полосочке есть такие. Как от фрезы. Наверное, тоже сточены. Будет сверху немного отхолотая. Ну, это сверху. Сейчас размеры я чекляну. Наверное, одинаковые заказал. Видно здесь. 103А написано. И здесь тоже тое самое. Просто у разных продавцов аж чётки-то одинаковые, походу. Второй партии тоже. Самые 15. На 10. На 10. Видно, не видно. Вот, на 10. Это я ориентируюсь по этому вот. Краю. Штангель-циркуля. Ровненько это. Канчик идёт. Покупал я в него батарейки. Но быстро, сильно садятся, окисляются. Короче, две партии одинаковых щёток. Но, что я заказывал, две. Разные типа партии. У разных продавцов. Как видно. Здесь вот фаски снятые. На этих. Аккуратненькие. Такие по всей длине. Фасочки снятые. Ну, некоторые. Не очень такие. Видно. Хорошо обработанные. Фасочки аккуратно по всей длине снятые. Ну, и здесь под это. Под ротор. На двигателе. Эти мне вот понравились больше. То, что в этом. Булево-конверте. Здесь с таким пакетом. Я потом посмотрю, где какой продавец. Сделаем этот пакет номер один. Будем у нас. Или по распечатке. Я гляну там потом, где первый конверт скрывал, где второй. И потом дам ссылки. Тот, что первый открывал, будет первая ссылка на продавца. Вот эти вот что. А на этот вот больший пакет будет второй продавец, вторая ссылка. Ну, вот что второй пакет, это качество получше. Видно. Поближе сейчас поднесу. По качеству эти получше. Не знаю. В одну-то болгарку точно подойдут мою старую. Во вторую не знаю. Просто, чтобы образец был, так знал бы. Я так и не знаю, что туда даже и вставлять надо. Вроде бы вот такие должны щетки, то по размеру. Но там крепление и в гнезде две отверстия. Надо отогнуть этот вот кусик просто. Сделать, чтобы зацепан мою еще. Ну, вот это и вот того, что я последнюю распечатал, то получше щетки. Так что это можно покупать. А у первого продавца, что, ну, первого, первым, это вот, что. В левой кучке, а это правая кучка у нас, получается. От нас. Так вот эти вот, что в левой, то по качеству не очень, я скажу. Видно. Скосы неравномерные такие срезы. И эти вот фаски не везде ровные. Здесь просто квадратом вот. Чуть-чуть-чуть только снято. Здесь вот больше снято. Еще по параметрах износка стойкости я не знаю, но думаю, неплохие будут. Видно графит такой нормальный. Сейчас возьму бумажку поспутать. Взял бумажку. Беру он. Вот это видно. Беру с правой кучки. Не видно. Если взять так по жесткости, где-то средней жесткости будет. Это ж жетко. А вот это, сейчас посмотрим, это. Это помягче, что с левой. Полегче рисую. Ну, не дать. Это с той бровой, а это уже с этой. А может и одинаковые. Ну, вот это пожестче немного. Чувствуется, когда вводишь. Вводишь. Колено троснуло. Вводишь по этому. По бумаге, то слышно, чувствуется оно по жесткости. Как карандашок. Это графит. Вот это вот, что левое, это помягче. А вот эти вот, что справа, эти, слышно пожестче. Даже линия видно, вот, тоненькая. Вот это так. Видно, чтоб хорошо было. Это вот с левой кучки. С левой. Тоненькие линии, я аж прожимаю, стараюсь, чтобы пожирнее линия, то прорывая, то прорывается эта вот гофра, коробка. А с этой вот, получается, помягче. Слышная вот, штроба, она так, не прожимающая, наверное, свежее намного. Так что эти вот щетки помягче, что немного необработанные, красиво, что-то так. Ну, с неровностями малыми такими. А вот эти щетки пожестче. Посмотрю, лучше, куда ставить. На старую болгарку, наверное, я поставлю лучше мягкие. То, что там уже статор сработанный. Ну, а на то, что ремонтировал, там, получается, якорь свежий, не выработанный еще, то поставлю пожестче на его. Если подожжить, короче. Попробую подогнать. Хотя немного, то не таки заказал. Там, получается, если усики, чтобы зацепливались вот эти, сделать, отогнуть их, то там, получается, вот так вот по длине надо, чтобы были сюда. А тут, наоборот, получается в этом. Короче, по ширине. Здесь усики по ширине. Не досмотрел я немного. Надо по длине, чтобы были, чтобы зацепы сделать. Ну, а, наверное, их плотно в гнездо туда засажу. Этими они зацепятся, вот. Внутри, в гнезде. А, наверное, сделаю за эту заглушку, чтобы крепила, чтобы не выскакивалось что-то. И все. Короче, это уже там, по мере того, в гнезде надо придумать что-нибудь. Такие вот щёточки. Эти помягче, а эти пожёстче. Хотел вместо их скинуть в этот пакет целень. Ну, по сортах разложу. Эти положу обратно в пакет, чтобы знать, в каком были. Ну, и тот достану. Где-то я его тушаную в банку с мусором. А этот сюда. Обратно достану. Заклею его скотчем. Или изолентой эту дырку, чтобы не выпадали. Я то и думаю, этот пакет достал погрязнее был сразу. Видно, аж чёрный таки. А этот чуть-чуть только. Вот и то. Это пожёстче получается, это помягче. Ну, буду заканчивать. Кому было интересно, ставьте лайки, пишите комментарии. Ссылки на этот товаря под описанием оставлю. Кому надо жёстче. В таком вот пакете были. Будет ссылка на его магазин. И вот эти. Это помягче. И так же ещё укажу Это. В каком магазине Быстрее пришли, в котором Долго шли. То, что один долго шёл где-то С января. Сначала, наверное, да. После Нового года. Заказал 4 января. И сегодня только пришли 13-го уже февраля. А другие после уже заказывал. Позже. Так что Кому надо Это вот Жёсткие, а это мягкие. Буду заканчивать. Всем удачи. Всем всего Хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok